спасибо спасибо вам за спасибо спасибо слушайте меня внимательно нет сейчас нельзя спрашивать вопрос уже был потом да слушайте это очень важный вопрос первый вопрос когда человек обнаглел я вот допустим услужу он обнаглел он оскорбляет меня он относится неправильно знаете что самая большая наука исправляющего человека и создает спокойствие в отношениях можно также человеком вообще не напрягаясь никаких беспокойств не будет но для этого ты должен знать что есть определенная резинка у тебя в семье между мужем и богом и ты по отношению к мужу находишься на том расстоянии на котором ты имеешь право находиться вот допустим ты с мужем строишь близкие отношения он в невежестве живет ты значит будешь страдать просто не знаю как если он живет невежестве ты должен с помощью молитвы забыть о муже то есть забыть о его любви и заботе и очень близко жить рядом с богом потому что не жить с близко ни с кем невозможно человек все равно кому-то приблизиться найдется близость него неважно с кем-то найдет обязательно смотрите если ты очень близко к богу а вон в невежестве у тебя появляется много сил его исправить эти силы должны идти не через отношения основаны на словах и беседах отношения основаны только на сердце то есть только через молитву ты можешь отдавать ему силы но при этом ничего не брать взамен такого наказания к тебе то есть бог так жестоко тебя наказал за прошлые поступки если ты так делаешь что он плавится так же как масло плавится когда его выставляют на солнце точно так же невежественный человек в результате молитвы благостного человека который близко к богу находится плавится но самое трудное это оторваться от человека и прийти к богу вот этот путь отстранения то есть правильное создание правильной дистанции это самая сложная наука которая существует в этом мире самое сложное отодвинуться скрести зубами отодвинуться по когда ты уже двинулся тебе легко становится дальше не приближайся жди когда он исправится если невежественный человек становится страстным то есть не появляется желание жить что-то делать хорошее пользу какую-то приносить семье у него работа появляется желание увлечение ты можешь сократить дистанцию это означает строить с ним желать ему счастье в сердце но строить с ним формальные отношения ты не сможешь с ним обмениваться энергией искренности и чистоты потому что он не готов на такие отношения он готов жить вместе и вместе наслаждаться этим миром но жить друг для друга и любить он еще не готов потому что у него не хватает для этого силы души люди страсти не имеют так много сил души чтобы открывать сердца и стать верными друг другу они живут вместе потому что так выгодно теперь если ты молилась и жила для человека и он очистился дальше потому что он всегда человек любой очищается вопрос сложения сил и когда он становится благостным в этот момент он раскаивается его сердце очищается и он говорит спасибо тебе за все когда благодарности свой выразил можешь приблизиться больше но когда карма его нахлобучит а так бывает периодически и он начнет вести себя хуже отдались опять когда человек дистанцию меняет с помощью отношений с богом потому что по-другому ее не поменяешь он никогда не страдает в отношении страдание означает неправильной дистанции отношения те которые не приносят счастья если ты хочешь близости а ты не заслужил этой близости тогда будешь страдать или ты подальше служишь человеку выполняя свои обязанности или чуть поближе вместе с ним идешь по жизни строишь дома там еще что-то делаешь или ты совсем близко если он идет богу и ты идешь бегу вообще близко можно очень строить отношения тогда нет никаких проблем но если ты хочешь сблизиться с тем кто не хочет близких отношений а хочет просто развиваться тогда у тебя будут проблемы таким образом близкие отношения можно то и встроить только с тем кто хочет правильно жить идти к богу цель человеческой жизни это путь богу а не просто жизнь